Тебе же нету 15? Тебе же 25 уже, это уже все. Вот, поэтому приходите на час, на два, вот лучше всего приходить, когда наши ребята борются. Сейчас расскажу по скольке. Это с 10 до 12, до часа. Все борются, можно посмотреть, потом уйти до... А потом аж... Да, и все, потом взрослые борются. Кто захочет, останется. Еще раз, документы ввести. И еще раз, все равно готовьте, потому что сейчас соревнования, но везде нужно дать. Вот попробую на республику. Но здесь из-за того, что дали плохое, это самое, регламентам, значит, САБА в спортивной школе, где, например, как числится, унгурянов, там секция дзюдот. Они на САБА, и не на дзюдоте дают, они на САБА не дают. Они говорят, знаешь как, они говорят, у вас есть матер, сатай, у вас есть тесно, у вас есть свет, ищите стоп. Ты им не дали денег, ты они не дали денег. Свет платит, они не платят, за карты платят. Если выиграешь, что там в Европе, тебе просто обращают твои деньги? Если ты, вот, если этот турнир серьезный, сеньора, да, где набираешь очки, ты в семерке, тебе все возвращают. Потому что ты набираешь очки, и ты готовишься, то есть набрал очки, ты можешь поехать на Олимпийский, бесплатно. Это везет государство. Для этого нужно набрать очки. А таких людей, сейчас я вам скажу, из России 4 человека. То есть, но идет только один. Вот 250 человек в Европе борются. Из них на Европу попадают 16. Но в каждой стране борется не один человек, а 3, 4, 5. А попадает один. Вот. И поэтому, как бы, вот, например, первый, второй, третий, четвертый занимают россияне, а попадают только один. Первый. То есть, получается, остальные 15 свободны. Но если ты едешь, если ты едешь и в семерке, за тебя уже государство будет платить. И стипендию будет давать. Ребята, я вам все расскажу. Это даже не работает, это больше. Это большой, огромный труд. Это все надо. Это чтобы родители помогали. Понимали, что здесь нужно вложить. Вложиться в смысле чего? Да, денег немножечко все равно. На восстановление, на питание. Но они должны знать, чтобы не просто так выкидываются деньги. А чтобы что-то, чего-то достигнете. Вот сейчас, 2002 год был на юношеских олимпийских играх. Парень, которого Алеша размазывал по ковру, сейчас пятый стал. Тренер получит? Да, получит. Он получит, да. А стипендия будет? Да. Вот целый год стипендию получать. 2002 год приделать 1500 рублей. Что, маленькие деньги дливают? Честно заработали. Это в любом виде спорта так. А у нас, посмотрите, чемпион мальчик по греко-римской борьбе. Девочка плавания первая заняла. Потом четвертое место занял, пятая багрин вот этот. Четвертое место метательница, толкательница ядра заняла. И остальное, я не знаю, там. А, девочка, пятое место под зудой еще. Вот и все. Вот они ездят, ребята, надо врубиться, включиться туда. Ну, вы же, вот самое главное и тяжелое что? Первое. Хотите выигрывать быть первым, что для этого надо? Во-первых, летом надо тренироваться. Из трех месяцев, два месяца надо тренироваться. Хочется бегать. Правильно, кроссы бегать. Дальше. И по пятницам, в субботу, ходить в интернат бороться. Там, где все самые сильные. Будете ходить бороться, будете у них выигрывать, значит, в интернерскую республику выиграл, значит, тебя берут на Олимпийские игры, тебя берут на чемпионат. Нет? Учников. Тяжело. Вопросы? Не забудь. Влад. Взвешивание перед слабкой или перед... Давай, пожалуйста, взъем. Сначала взвешивание. В девяти. Артем, документы, две стилей, документы, две стилей, документы, две стилей. Не забудьте. Так. Пятница, вода, хватит. Или другой вариант. Найдите кого-нибудь, человека, который может тебя, или лично тебя, или, например, наш сал, то есть спонсировать. Надите спонсора. А мы все это официально будем делать. То есть едем на соревнования. Фотография нужна, или можно не загранить паспорт? Загран или буллитин. Что хочешь, да. Еще раз, Игорь, нужно быть все пошел. Еще найдите такого человека. Все, мы договоримся, контракт или как-то, логотипы поставим. Фирмы его, постараемся везде это, газете дать. А? Да. У меня так, пацаны, если ездили, потом сейчас выключат. Если ездили, потом у меня денег просто не было. Давайте уже. Не было в школе, не было у меня. Я говорю, знаете, что пацаны, идите вон, спорт.